ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ Теперь давайте разбираться. Когда ты ребенок, лето – это мороженое и каникулы. Если ты пенсионер, лавочка во дворе, в лучшем случае полисадник или сквер, и обязательно внуки, на которых у родителей летом не хватает времени. Теперь про нас, работающих с 9 до 6, живущих с пятницы по понедельник и мечтающих о море в свои законные 28 календарных дней. Для нас лето – это постоянные мысли о том, чем заняты наши дети, где сэкономить на отпуск. А еще лето – это навязчивый запах свежего асфальта. Потому что каждое лето создается такое впечатление, что дорожники, как назло, ремонтируют именно те улицы, по которым тебе надо проехать. Причем, когда ехать не надо, дорожная техника на работу не выходит. Так что добавим в нашу программу немного свежего асфальта. Прежде чем укладывать асфальт, необходимо очистить поверхность от сора и пыли. Третий день во дворе дома 543 по улице Красных партизан работает дорожная техника. Сначала рабочие компрессором провели подготовку покрытия, затем пролили его гудроном и положили два выравнивающих слоя асфальта. Сегодня окончательный этап. До конца года в Западном округе планируется заасфальтировать около 30 дворов. На это потребуется порядка 3,5 миллионов рублей. На такую же сумму решено провести благоустройство внутридворовых территорий. Ещё более 2 миллионов пойдут на обрезку деревьев и обустройство газонов. Жители наши вошли во вкус, желают очень многого. Дворы наши преображаются. Это и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования, всевозможных тренажёров, оформление спортивных площадок, установка ограждений, отсыпка детских площадок. Дорожная техника трудится и на магистралях округа. Одновременно идёт благоустройство улиц Красных партизан и Северной. В ближайшей перспективе начать работы на Тургенево. Специалисты говорят, улицы полностью преобразятся. Будет заменено дорожное полотно, прочищена ливнёвка, обочины оборудуют заездными карманами. А на свободных участках высадят клумбы. Все работы планируется завершить до 1 сентября. Работы все ведутся в основном по замене бордюрного камня и тротуарных дорожек. Как только закончим тротуарными дорожками, приступим к ремонту дорожного полотна. Единственная просьба к жителям, чтобы автомобили не парковали в зонах производства работ, больше создаёт очень большие неудобства. А мы продолжаем нашу программу. Я надеюсь, вы уже привыкли, что в этой части нашей передачи у нас гость сегодня. Это глава Западного внутригородского округа города Краснодара Дмитрий Лабиненко. Здравствуйте. Добрый день. Чтобы далеко не уходить от сюжета, который мы посмотрели, я про ремонт дорог. Насколько для вас, как для главы, насколько для администрации округа вот тот ремонт, который начинается, я надеюсь, будет продолжаться. Насколько это ожидаемые события? Насколько там, как давно вы планировали это сделать? Вы знаете, это очень важная составляющая любого развития, любого муниципального образования, тем более округа. Я хочу сказать, что в прошлом году, в общем-то, нам удалось серьёзно отремонтировать и реконструировать порядка 6 дорог в округе. Это очень серьёзные были капитальные вложения, очень серьёзные затраты, очень серьёзные мероприятия. И мне сегодня очень приятно, в общем-то, осознавать, что программа это и набранные темпы, в общем-то, они продолжаются. И сегодня у нас в округе ремонтируются две, в общем-то, основополагающих магистрали, две самые, наверное, одних самых главных улиц округа. Это улица Северная, мы видим, что работы сегодня начались, в общем-то, и улица Красных Партизан. И самое главное, конечно, наше ожидание в этой связи, в ремонт дорог, это то, о чём мы говорили, в общем-то, весь прошлый год, по сути, мы подготавливали улицу Тургенева к серьёзнейшей реконструкции. Потому что, в общем-то, это один из звездных маршрутов. В наш город проходят тысячи автомобилей в день, в том числе и крупнотоннажные машины. И она сегодня находится, конечно, в плачевном состоянии. А вот если вы позволите, вот про Тургенево, про Северную и про Красных Партизан чуть позже. Вот всё, что касается ремонта дорог, мне кажется, вот здесь самые, как бы правильно сказать, самые большие нарекания, что ли, или там самые большие возмущения вызывают то, что вот её вроде отремонтировали, вроде она вот хороша, проходит какой-то промежуток времени. И от ремонта ничего не остаётся. Вот если вернуться к шести улицам, которые ремонтировали в прошлом году. У вас, как у главы, у ваших подчинённых, у автомобилистов, есть претензии? Насколько вы довольны качеством, которое есть? Вот прошлогодние ремонты, прошлогодние затраты, они полностью себя, в общем-то, окупили, показали целесообразность этой работы. Это улица Монтажника, посмотрите, они сегодня, как она выглядит. Улица Кирова, улица Герцена. В общем-то, там и пропускная способность автомобилей, конечно, она немножко меньше, отличающаяся от улицы Тургенева. Северный Красный Партизан, где мы сегодня приступаем к ремонтам. Но они сегодня в идеальнейшем состоянии находятся. И, в общем-то, делается в комплексе всё. Делается, в общем-то, и тротуарное покрытие, и все те моменты, которые соприкасаются с дорогой. Зелёные зоны, парковочные карманы, всё это делается в комплексе. Поэтому, во-первых, была увеличена пропускная способность автомобиля. Во-вторых, мы разгрузили магистральные улицы вот этими параллельными улицами. И, в общем-то, это даёт свои определённые результаты. А что касается ремонта сегодняшних магистральных улицов, в пользе Тургенева сегодня полностью меняются все коммуникации, вынос коммуникаций. Сегодня, что называется, как Владимир Владимирович сказал, глава города послал, от забора до забора. Все зелёные зоны, все выездные и заездные карманы, и более того, скажу, тротуары, и, скажу, более того, поставлены задачи, в контракт это вошло. То есть все заборные ограждения частных домовладений тоже будут заменены единообразным, в общем-то, способом, по единообразному образцу. Тогда у меня, как у обывателя, возникает вопрос, если это настолько масштабное мероприятие, если нужно не просто снять асфальт, это нужно переложить там все трубы, кабели и так далее, и тому подобное, если нужно сделать тротуары, заборы, освещение и всё остальное, по времени это сколько займёт? Ведь это колоссальные неудобства для тех людей, которые там живут, и, в конце концов, там магистральная улица. Конечно, это магистральная улица, это въезд в город, в общем-то, сегодня разработаны, в общем-то, объездные маршруты, вот они будут опубликованы, всё это было, в общем-то, предусмотрено. И поэтому первый этап, он будет длиться до улицы Северной, это сразу не будет вся улица, то, что мы сможем закончить до конца текущего года, для того, чтобы, как бы, потому что понятно, что с приходом погодных условий, несоответствующих выполняемым работам, мы не сможем продолжать в осенне, поздне, ну, там, в общем-то, осенью, зимой и так далее. Поэтому первый этап до улицы Северной, мы всё это полностью делаем. От моста? От моста до улицы Северной. Все объездные маршруты, они разработаны, с учётом, будут выставлены знаки, это будут происходить публикации. Сегодня закончили работы на улице Володи Головатова, там тянули коммуникации, поэтому вот к ремонту, к выступлению, в общем-то, к ремонту этой дороги мы подготовились, поэтому все объездные маршруты будут работать, будут стоять соответствующие знаки, всё, что с этим, в общем-то, связано, регулировка транспорта ГИБДД, и, как правило, основной упор делается, это и краевого штаба задача, чтобы, в общем-то, эти работы проходили днём и ночью, и в большинстве своём работы шли ночью, конечно, чтобы переносить как можно меньше неудобств нашим автолюбителям, жителям города, в общем-то, ну, и гостям, по сути. — Так что, я так понимаю, будет второй этап? — Второй этап, да. Второй этап будет у нас от улицы Северной до улицы Гагарина, от улицы Гагарина до улицы Монтажников, вот, и от Монтажников уже до улицы Дзержинского непосредственно. Ну, вот поэтапно разбито, ну, всё же, вы сами понимаете, всё-таки, всё зависит всё равно, в общем-то, от финансирования, от поступления денежных средств, от собираемости бюджета, это тоже немало, в общем-то, важно, и те или иные корректировки по ходу могут, в общем-то, вноситься в эту работу. — Я слышал о том, что вот улицу Тургинева, именно этот объект, будет строить подрядчик, та компания, которая строила трассу Формулы-1 в Сочи, это действительно так? И, опять же, говорит ли это о том, что, а, это привлекательно, я имею в виду такие подряды здесь, в городе Краснодаре, и, б, качество — это один из приоритетов при заключении контракта? — Ну, качество всегда является приоритетом, в общем-то, для нас, и контроль качества, он у нас круглосуточный, по сути. И сегодня опасная задача, чтобы округа, в общем-то, за теми работами, которые происходят на нашей территории, следили круглосуточно, какое количество людей выходит ночью, какое количество техники задействовано, какие планы перспективные, к какому числу, к какому объекту мы подойдём. Как реагируют те люди, которые сейчас, скажем так, находятся в зоне ремонта? Будь то улица Тургенева, которую сейчас начнут, или там та же самая Северная, или Красных партизан, те люди, которые там живут, те люди, которые там работают, которые каждый день пользуются этим улицом. Они понимают, что это да, благо, да, нужно потерпеть, дальше всё будет хорошо. Или всё-таки кто-то говорит, зачем и так хорошая была улица Тургенева, зачем вы сейчас её раскопаете? Люди, конечно же, относятся с пониманием, люди понимают, что город, в общем-то, сегодня развивается, что несмотря на все сложности и трудности бюджета, мы, в общем-то, выполняем сегодня свои, как бы, обязательства, выполняем свои функции, свои обязанности, и люди готовы терпеть, в общем-то, те некоторые маленькие, так скажем, неудобства, или кратковременные неудобства, ради достижения той большой цели, которую мы перед собой поставили, чтобы и город, и округ, в общем-то, стал по-настоящему таким столичным городом, столичным лоском. Когда делаются дороги, когда делаются подъездные пути к домам, когда плиткой выкладываются тротуары, ну что ж в этом плохого. Поэтому люди с пониманием относятся, люди уже привыкли к тем изменениям, которые происходят у нас в городе. Это происходит все на глазах за последние, в нашей современности, скажем так, за последние буквально 10-5 лет вот такие серьезные вливания, такие серьезные изменения в городе происходят. Поэтому все относятся с пониманием и, в общем-то, с большой благодарностью, по сути. — Я говорил в самом начале программы об этом запахе асфальта, который появляется в городе с приходом лета. Об улицах мы поговорили, но опять же в сюжете это было, что меняют в том числе и асфальты во внутридворовых территориях, то есть внутриквартальных. В рамках какой программы это происходит и будет ли эта работа продолжаться дальше? — Ну, это всем известная программа наказов избирателей, так называемая. Это когда жители, в общем-то, дают свои наказы депутатам, и депутаты с помощью, в общем-то, глав округов. Округов — это чисто наша прерогатива, уже внутридворовые территории, внутриквартальные проезды. В общем-то, это занимаются округа. Надо сказать, что программа существует уже давно, она себя достаточно оправдала, хорошо показала, люди к ней привыкли. И, безусловно, она заканчивается, я думаю, не будет еще много-много времени, будет служить на благо населения, на благо городу. Надо сказать, что в прошлом году нам удалось таким образом на 17 миллионов рублей, в общем-то, по наказам избирателей отремонтировать на территориях территории. Мы сделали практически 30 площадок детских, оснастили новым оборудованием, отсыпали их, сделали зеленые зоны, оставили столбики оградительные. Вы знаете, у нас проблема большая, нерадивые водители, которые паркуются, в общем-то, на зеленых зонах тоже, в общем-то, эта проблема существует. И, конечно же, ямочный ремонт произвели. И в этом году мы эти темпы не собираемся сбавлять, сумма у нас немножко поскромнее, там не 17 миллионов, порядка 15 миллионов. На 70% эта сумма уже все отыграна, подрядчики заключены, уже полным ходом у нас идут работы. В общем-то, это асфальтировка внутридверных территорий и проездов, и подходом к площадкам ТБО, и в устройство зеленых зон, и, как я уже говорил, докупка, скажем так, не докупка, вновь устанавливаемого оборудования, которое уже выбыло и строят. Как обычно, детское, спортивное, качелики, площадки. Но они тоже имеют свой срок службы. Конечно, это постоянный процесс, он не заканчивающийся, каждый год где-то нужно обновлять, где-то нужно поправлять, поэтому эта вся работа идет. И что очень приятно, что люди уже настолько привыкли, люди уже не обращаются даже в администрацию по этому поводу, они уже знают, как выстроена эта работа. То есть, они идут к депутату, в общем-то... Ну, тогда возникает вопрос, да, тогда получается, есть три субъекта, если можно так говорить, депутат, администрация округа и там неравнодушный гражданин. Население само непосредственно. Вот как в западном округе выстраивается вот эта схема, насколько вы, как глава, довольны и взаимодействием с депутатами, и с теми людьми, которые там считают себя неравнодушными? Я имею в виду уже тремя. Ну, вы знаете, актив, в общем-то, у нас он сформирован, я потому что, в общем-то, достаточно много этому уделяю внимания. С депутатским корпусом у нас прекрасные, в общем-то, взаимоотношения, есть полное понимание по тем или иным вопросам. И поэтому все оно идет, правильно сказать, неравнодушных жителей, а те, которые ходят на встречи с депутатами, те, которые посещают администрацию, присутствуют на всех наших встречах, там, где мы, в общем-то, общаемся, рассказываем о своей политике, о своих планах, о своих перспективах. Это же все, оно не просто так рождается, а в ходе обсуждений. И здесь вносится, безусловно, предложение, что вот в этом-то дворе нам необходимо сделать это. И депутаты уже, понятно, что бюджет, он такой, не колоссальный, но первоочередные мероприятия, первоочередные задачи, которые вот насущные, действительно, сегодня, помогут быстро и качественно изменить, в общем-то, тот образ жизни, скажем, того или иного двора. Вот мы их, в первую очередь, конечно же, и решаем. Поэтому эта вот цепочка населения, депутаты, округ, это единое целое, оно неразрывное. Без этого он просто не будет работать, не будет доходить все на места, будет как рак, в общем-то, лебедь и щука. Тогда, опять же, если позволите вернуть к вопросу качества, вот то, что касается, я не знаю, то же самое Северное, Тургенева или Красных партизан. Большие деньги, большая ответственность, большой контроль. Если мы говорим о какой-то внутридворовой территории, то там не такие в рамках двора большие деньги, может быть, контроль может быть чуть похуже. Вот здесь округ, скажем так, одинаково ли контролирует качество, и округ принимает участие в приемке конечного объекта, будь то улица Северная, будь то Тургенева или какая-то внутридворовая территория? Вот здесь у нас разграниченные полномочия, вот заказчиками, в общем-то, выступает служба заказчика города Краснодара, я уже сказал, да, подряды. У них свои службы контроля есть, мы координируем общее движение, чтобы не оставались за сроками и так далее. Когда уже приемка, передач идет, здесь есть профессионалы, специальные службы, которые эти объемы оценивают, дают свою оценку и результаты, и принимают в конечном итоге. Но для нас, как для округа, для потребителя, да, те, которые непосредственно общаются с жителями, наверное, ближе к телу вот именно те незначительные суммы, о которых мы говорили, те внутридворовые территории, те площадочки, те ежедневные общения с жителями. И у нас, конечно же, в службе округа есть свои специалисты, есть свой контроль за этими, скажем, небольшими подрядчиками. Все происходит точно так же, как и на больших масштабах, только в более маленьких объемах, скажем так. А приемка точно такая же, контроль точно такой же. Ответственность. И ответственность, наверное, еще больше к пережителям, потому что это ежедневная ответственность. О штабе мы так вскользь коснулись, не могу не спросить, меняются ли для вас, как для главы, задачи, которые ставит краевой штаб, с учетом того, что сейчас наступило лето, должны, мне кажется, выполняться другие работы, насколько то, что сейчас запланировано штабом, в летний период отличается от того, что было весной или зимой? Вы знаете, задачи, в общем-то, не меняются. Была подготовка, зимняя подготовка была, в общем-то, к летнему сезону были розыны все предписания, были проговорены конкретные сроки, были составлены графики, выполнение тех или иных работ по улично, все было оценено, все это шла подготовка. Теперь это, в общем-то, активная, скажем так, проработка. Поэтому задачи штаба, в общем-то, они не меняются. Мы уже без штаба, наверное, себя, в общем-то, и не представляем. Всего, в общем-то, чуть более года работы, это вот такое ощущение, как будто мы всю жизнь занимаемся этой работой. Ведь здесь делается, в общем-то, упор не на бюджетные какие-то влияния, а в первую очередь на, в общем-то, перестройку мозгов, на гаража, на перестройку мозгов, на общение с субъектами, на доведение, в общем-то, наших требований, на наши позиции. И вот сегодня, кстати, в связи с этой работой и реконструкцией вот этих улиц больших, выходит на первый план, если мы в том году как бы меньше обращали внимания на это, в связи с тем, что мы знали, что эта улица будет реконструироваться, то теперь для того, чтобы это было все в комплексе, и все сразу как заиграло и засияло, теперь, конечно, больше ответственность будет тем хозяйствующим субъектам, которые находятся на этих улицах. Теперь, в общем-то, мы уже с ними проговорили, чтобы эта работа шла параллельно, чтобы не получилось, как улицу сделали, а потом когда-нибудь мы приступим к ремонту тех же фасадов, приведения заборов, магазинов к соответствующему виду. Поэтому это все будет делаться параллельно, и, в общем-то, жители относятся к этому, я уже говорил, с пониманием. Особенно меня радует, что уже перелом, он, в общем-то, наверное, уже произошел, он не происходит, он уже произошел, наверное, у 70% не вызывает никакого негативного, в общем-то, отношения к нашей деятельности, к тем требованиям, которые мы предъявляем. Вот, все относятся с пониманием, и по мере возможностей своих сил приступают к этой работе. В конце концов, в общем-то, это их собственность, их объекты, они должны выглядеть, ну, соответствующе, хотя бы для того, чтобы... Самим было приятно? Самим приятно, как минимум, хотя бы приманивать даже того же покупателя, и чтобы было приятно зайти в этот магазин, вернуться в этот магазин, чтобы вокруг было чистенько, зеленые насаждения стояли, ну, вот, все, что с этим связано. Поэтому работа эта продолжается, и глава города ни в коем случае, Владимир Владимирович, не снижает накала. Вот у нас штаб будет в ближайшую среду, буквально недавно в Центральном округе был штаб, в каждом округе по графику, каждую неделю проводил штаб, получается раз в месяц, да. И те задачи, которые ставятся на штабе, мы должны в течение месяца их отработать, соответственно, и на следующем штабе отчитаться, в общем-то, о проделанной работе, рассказать про свои перспективы, рассказать о своих проблемах, для того, чтобы, в общем-то, руководство штаба смогло нам оказать какое-то воздействие или помощь, если она необходима, если мы сами не справляемся, в общем-то. Поэтому работа эта кипит, она, в общем-то, напряженная, накала мы не снимаем, понимаем, что сделать еще нужно очень-очень, в общем-то, много. Чем больше делаешь, тем больше видно, что необходимо сделать. Ну, тогда получается, что не смею я вас больше задерживать. Я понимаю, что работа превысших сил. Спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, еще раз хочу вам напомнить, что гостем нашей сегодняшней программы был глава администрации Западного внутригородского округа города Краснодара Дмитрий Лобининко. Большое спасибо. А мы продолжаем нашу программу. Кубанская набережная Звук сигнала предупреждения отдыхающим. Заходить в воду запрещено. Река Кубань уже больше пяти лет не соответствует санитарным нормам. А значит, для купания не подходит. По данным Роспотребнадзора, почти 20% людей, которые решили принять водные процедуры в Кубани, подхватили серьезные инфекции. Среди них кишечная палочка. Однако букет вирусов – это полбеды. С виду спокойная река. Очень коварно. Сейчас мы находимся на самом опасном месте реки в районе Краснодара. Здесь глубина примерно 20 метров и сильнейший водоворот. По словам спасателей, отсюда выбраться человеку самостоятельно практически невозможно. Самый крупный водоворот находится возле Рождественского парка. Именно здесь, на резком повороте реки, сильное течение. В прошлом году водная артерия унесла жизни 25 краснодарцев. А в начале этого сезона уже произошло 4 несчастных случая на воде. Спасатели говорят, чаще всего люди гибнут в реке в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь – это страшный бич. Лезут выпившие в воду, многие плавать не умеют, переоценивают свои силы. Приходится нам работать. К сожалению, чаще мы уже работаем по факту. То есть достаем, уже ищем погибших. Обращаются к нам родственники пропавших без вести. Допустим, там где-то жарили мясо, выпивали, полез в воду и не вылез. И все же печальная статистика уменьшается. Спасатели не знают, что именно повлияло на желание горожан охладиться в Кубани. То ли страх, то ли штраф в тысячу рублей. Но желающих рисковать своей жизнью в Краснодаре поубавилось. Год от года становится меньше. Мы как бы отслеживаем эту ситуацию. И, видимо, люди все-таки начинают понимать, что действительно не стоит купаться и подвергать свое здоровье во всяком случае опасности. Однако еще остались те, кого не пугают ни штрафы, ни инфекция, ни опасное течение. А значит, у службы спасения и сотрудников управления гражданской защиты работы будет достаточно. Как только вода прогревается до 18 градусов, на Краснодарские пляжи выходят рейдовые группы. Цель – не выписать штраф, а объяснить отдыхающим, почему по всему побережью установлены знаки «Купаться запрещено». В случае нештатных ситуаций спасателям помогают полицейские и казаки. Бывали случаи, когда нарушители находились в состоянии алкогольного опьянения и как бы пытались уйти, скрыться с места нарушения. Ну и тогда мы уже привлекали, требовали документы и передавали сотрудникам администрации. Если оказывали неповиновение, то составляли административные протоколы за неповиновение и арестовывали. Арест выпившего дебошира, говорят полицейские, это, конечно, крайний случай. Но, возможно, именно он убережет человеку жизнь и здоровье, а также не позволит попасть в печальную статистику происшествий на сведу тихой, но очень опасной реке. Теперь вернемся к детям. Помните, я говорил, лето – это каникулы и мороженое. А еще это праздник – День защиты детей. Если честно, я не очень понимаю, что это за праздник такой. Но если детям это нравится, если это заставляет их улыбаться и быть счастливыми, то пускай остается. Что называется три в одном – каникулы, мороженое и праздник – наш корреспондент нашел в городском саду. День защиты детей отмечали во всех парках города. Тысячи краснодарских малышей и подростков ели бесплатное мороженое, катались на аттракционах и встречали начало каникул. В городском саду провели традиционный Всероссийский фестиваль мороженого. Дети и взрослые могли продегустировать десятки видов любимого лакомства. Для детворы также организовали конкурсы танцев, песен и викторин. Здесь же подвели итоги масштабного творческого проекта «Детские сады детям». Его организовали члены местного отделения партии «Единая Россия». Авторы лучших работ получили благодарственные письма от главы города и памятные подарки. Рисунки победителей будут участвовать во Всероссийском этапе конкурса. Наши детки рисовали рисунки с учетом того, как они видят наш город, своих родителей и все то хорошее, что есть в нашей жизни. Несколько тысяч было рисунков. К большому сожалению, конечно, было достаточно сложно отобрать лучшие. Поддержим аплодисментами. Кто лучший? Руслан или Григорий? Мышцы спины. Бицепс справа, трицепс слева, спина сбоку. В одном из дворов на улице Брянской для детворы устроили показательные выступления культуристов. Мальчишки и девчонки также сделали вместе со спортсменами веселую гимнастику и соревновались в перетягивании каната. В западном округе День защиты детей отметили более чем в 20 дворах. Общими были мороженое и конкурсы рисунков. Солнце, дома, счастливая семья и цветы. Так дети представили свой город. Играет музыка, много людей тут. Все разукрашивают тут. Все весело. Я там рисовал домик, солнце рисовал я. Каждый двор проводит это своими собственными силами, талантами. Мы просто помогаем, инициируем, делаем какие-то подарки. Мы вообще поощряем те дворы, которые, скажем так, проявляют инициативу, праздничное настроение. А в продолжение праздника вспомним детскую песню из мультфильма про Деда Мороза, который хотел узнать, что такое лето. Кстати, песню эту в горпарке можно услышать в эти дни довольно часто. Впереди еще три месяца праздника. Так что вот оно, какое наше лето. Через выходные поедем в Прикубанку, а на сегодня это все. Увидимся через неделю. Продолжение следует...